Простудные заболевания Крылгар, скажите, какова сейчас ситуация в области, есть ли уже первые случаи заболевания гриппом? Здравствуйте еще раз, уважаемые телезрители. На сегодняшний день в области, можно четко сказать, что случаев гриппа нет, потому что сезон подготовки к сезону гриппа мы только начинаем готовиться. Вообще сам сезон гриппа делится на два периода, это предэпидемический сезон и сам эпидемический сезон. И вот с 1 октября до 15 ноября мы проводим подготовку, то есть к сезону гриппа проводим все основные мероприятия, которые должны проводиться в области, чтобы не допустить распространения самого гриппа и подъема острых респираторных инфекций. Сама ситуация по ОРВИ, по острым респираторно-вирусным инфекциям, если проанализировать прошедшие годы, то у нас начиная с 2010 года, сравнить за 5 последних лет, то отмечается существенное снижение заболеваемости. Если в 2010 году у нас регистрировалось более 50 тысяч случаев ОРВИ, то уже в 2015 году, например, эти показатели снижены до 17 тысяч случаев в год. Поэтому отмечаются тенденции к снижению заболеваемости ОРВИ. По случаям гриппа, многолетний анализ показывает нам, что заболеваемость гриппом регистрируется уже начиная со второй половины декабря. То есть начало регистрации во второй половине декабря, и пик заболеваемости приходит на январь месяц следующего года, и он продолжается до середины февраля. Основной подъем мы ожидаем в конце января месяца. В целом по подготовке к гриппу проводится обучение медицинских работников, проводятся выездные семинары областные, подготовка стационаров и медицинских организаций к сезону гриппа в отношении обеспеченности противовирусными препаратами, то есть индивидуальными средствами защиты, это маски. Кроме того, основное мероприятие, которое проводится, это подготовка кадров самой сессии вакцинации против гриппа. Карл Гаш, скажите, вот такая положительная весть, которую вы нам только что сказали, идет тенденция к уменьшению заболеваемости. А чем это вызвано? Во-первых, любое мероприятие, которое проводится, и если самое эффективное мероприятие проводится, я считаю, что оно как-то влияет все-таки на заболеваемость и на снижение. В целом, по области вопрос вакцинации против гриппа очень хорошо поставлен, потому что ежегодно у нас выделяемые средства на закуп этих вакцин увеличиваются ежегодно. То есть, если в 2010 году мы охватывали 5% населения, значит, уже, считайте, в 2015 году, в прошлый 5 сезон, наши показатели были 16%, то есть 16% населения. Значит, по требованиям ВОЗ, в целях, чтобы не допустить эпидемию, должно охватываться не менее 10% населения. То есть, этот показатель мы выполняем. В этом году, в соответствии с выделенными средствами, было закуплено 500 тысяч доз вакцин. Это будет составлять охват населения где-то 17,8%. Карл Гаш, вот скажите, многие подают сомнению, да, что прививки не всегда действенны, они не защищают от простуды. Все равно, сделав прививку, человек переболевает в сезон. Так ли это на самом деле? Или это вот какой-то... В определенный период можно поймать заболевание, а потом весь сезон ходить абсолютно здорово? Да, вообще вакцинация поэтому и проводится до середины ноября, потому что для того, чтобы до прихода гриппа, то есть случаев гриппа, должен выработаться иммунитет. И на выработку иммунитета где-то приходится 3 недели, где-то месяц времени, чтобы выработался иммунитет. И уже когда сезон гриппа начинается и регистрируются случаи гриппа, то есть люди, которые получают вакцинацию, они защищены как бы от гриппа. Очень часто горожане путают ОРВИ и грипп. Говорят, что это одно и то же. Вот я гриппом переболела, сделала прививку, мне не помогло, но на самом деле ему стоят ОРВИ либо ОРЗ. Чем они отличаются друг от друга? Правильно говорите. Вообще сам грипп, он входит в большую группу вот этих острых респираторных вирусных инфекций. Но и клиника, и сама симптоматика, они очень схожи. Единственное отличие в том, что когда человек заболевает гриппом, он точно знает даже дату заболевания и время заболевания. Потому что грипп начинается остро, с высокой температуры, 39-40 градусов. И вся та симптоматика, которая при ОРВИ протекает вяло, здесь протекает остро. То есть ломота в теле, в мышцах будет боль, потом головные боли, рвота может быть, и вплоть до неврологической симптоматики. Поэтому определить, в принципе, сам больной он может. Ну да, зачастую люди путают, потому что до сезона гриппа они считают, что если переболел, клиника подходит под грипп, они считают, что это грипп. Нет, это не так. Потому что, опять же, я говорю, что все исследования, которые проводятся в области и вообще на территории республики, они нам дают четкую ситуацию, что грипп у нас, первые случаи гриппа появляются в конце декабря и в начале января. Все, что регистрируется до середины декабря, это те негриппозные инфекции, мы их тоже называем негриппозные инфекции, это острые респираторные вирусные инфекции. Клиника у них такая же, как и при гриппе. Ну, лабораторно можно только как бы определить, да, грипп это или ОРВИ. В принципе, негриппозные у нас тоже регистрируются, это аденовирусные, риновирусные, значит, парагрипп. Это те инфекции, которые также очень схожи с гриппом. И зачастую люди путают, и здесь четко можно сказать, что грипп к нам до декабря не приходит. Карл Гаш, скажите, когда у нас в Южно-Казахстанской области начнется вакцинация против гриппа, и кто может сделать себе вакцину? Вакцинация у нас ежегодно, мы, значит, подготавливаем контингент наш, который подлежит вакцинации, и с 1 октября вакцинация уже начинается. Значит, проходит вакцинация в поликлиниках по месту жительства, проводят ее на бесплатной основе. То есть те люди, которые состоят на диспансерном учете, это группы риска, мы их называем, это, значит, часто болеющие дети, дети с иммунной недостаточностью, это, значит, взрослые, которые тоже имеют, как бы, заболевания сердечно-сосудистые или легочные симптоматики, они все подлежат вакцинации. То есть, кроме этого, это лица старше 60 лет, и с 12-го года мы вакцинируем беременных женщин во втором-третьем триместре беременности. То есть это основная группа риска, которая подлежит, как бы, вакцинации. Ну и помимо этой основной группы можно на платной основе тоже получить. На сегодняшний день при подготовке тоже пишутся письма в крупные организации, подготавливаются, чтобы, как бы, работодатели защитили своих работников от, вот именно, от гриппа. Потому что в связи с неработоспособностью, то есть, как бы, тоже влияет на качество работы, да? Вы сами делаете вакцину от гриппа? Обязательно, да. Ежегодно, уже, сколько я себя помню, как эпидемиологам, ежегодно мы получаем вакцину. Хорошо, Карл Гаш, вот ваш совет как специалиста для наших горожан, что делать, чтобы не заболеть? Значит, в первую очередь, это, вот мы как же сказали, что в защите, в профилактике гриппа есть специфические меры профилактики и не специфические. К специфическим, вот, относится вакцинация. Это самый эффективный метод защиты, как бы, против гриппа. Нужно своевременно, то есть, до 15 ноября, если вы состоите на диспансерном учете, получить вакцинацию в своей поликлинике по месту жительства. Значит, те люди, которые не вошли в группу риск, они также могут получить на платной основе. У нас по городу существует сеть, значит, аптек Еврофармы, то есть, сеть таких, как бы, организаций, которые проводят на платной основе. А к не специфическим мерам профилактики, это, во-первых, закаливание организма, потом, когда начинается сезон, не находиться в местах большого скопления людей, использовать, значит, окселиновую мазь в целинной защите, и употреблять такие препараты, которые повышают иммунитет организма. Это мы называем анаферон, интерферон, который, как бы, иммунокорригирует организм. И если уже дома кто-то заболевает, естественно, не лечить его на дому, а вызвать медицинскую помощь, чтобы оказали, как бы, квалифицированную медицинскую помощь и назначили соответствующее лечение. Карлогаш, огромное вам спасибо за такую интересную познавательную беседу. У меня для вас небольшой презент на память о нашей встрече. Это газета Рабат. Читайте и выписывайте с удовольствием. Спасибо большое. Вам удачи, не болейте. Всего-всего самого наилучшего. Спасибо.